Диморфотека, Эдельвейс, Аквилегия. Это не таинственные заклинания, а яркие обитатели полисадника Людмилы Дворницыной, жительницы набережной реки Магаданки 75, корпус 2. Этому полисаднику уже лет 12, наверное, столько много лет. И все растения, которые есть, это здесь мои друзья, память моих друзей отовсюду, из Петербурга, из Москвы, из Новосибирска, из вообще всего-всего Приморья. Они мне присылают растения или семена. Ну, как правило, растения осенью. Кто бывает в отпуске, приезжает из отпуска и привозят мне растения. Вот они у меня здесь переживаются, живут и напоминают мне о них. История увлечения высаживать необычные растения в своем дворе началась много лет назад. Совместно с супругом жительница Магадана создавала пеструю живую картину под окнами дома в качестве красок, сирень, маки, лилии, сон трава, дельфинарию, маргаритки и даже маленький дубок. Особой гордостью для Людмилы Афанасьевны является лилейник. Его особенность в том, что пока не отсветет один бутон, второй не распускается. Несмотря на то, что растение теплолюбивое, ухаживать за ним в условиях Магадана не так уж и сложно. Жители микрорайона признаются, отдыхать в таком дворе одно удовольствие, как и в соседнем, на набережной 79. Здесь силами еще одной магаданской семьи раскинулась целая сказка. Феи порхают вокруг ароматных кашпо, волшебные лесные жители отдыхают на берегу прудов с лилиями, а семейство аистов, по словам главного волшебника, чьими трудами создан твор, приносит долгожданное счастье тому, кто прикоснется к их дереву. За последнее время в подъезде родилось 17 малышей. На протяжении нескольких лет создатели этой сказки участвуют в традиционном смотре-конкурсе «Северное соцветие». Этот год не исключение. Между тем, заявки на конкурс поступают от детских садов и учреждений дополнительного образования, государственных и частных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств и физических лиц. Хочется отметить, что не только это может быть как частное лицо, это могут быть предприниматели, это могут быть магазины, это общеобразовательные организации. То есть любой желающий может принять участие. Главное, чтобы было, как говорится, место, где разместить свои красивые саженцы. Конкурс важный, конкурс интересный. И, конечно же, сейчас хочется, чтобы наш город стал еще красивее. И все, все, все приглашаем участвовать в нашем конкурсе. Конкурс «Северное соцветие» в Магадане проходит в пятый юбилейный раз. Заявки от жителей принимают в городском управлении по делам молодежи и связям с общественностью. В августе жюри при оценке работ будет обращать внимание на качество проведения посадочных работ, сочетание цветов, разнообразие растений и оригинальность. В комиссию входят представители городской администрации, общественные палаты, комбинаты зеленого хозяйства, городского отделения Союза художников.